Добро пожаловать на урок, в котором мы разберем, как запустить нашу первую ML-модель с использованием, соответственно, платформы VK Cloud. Для этого мы с вами будем использовать наши знакомые сервисы уже, с которыми мы познакомились в предыдущих видео уроках, Jupyter Hub ML Flow. И сегодня мы подробнее разберем как раз-таки следующий модуль ML Flow Deploy. Смотрите, инстанс ML Flow Deploy можно создать через UI, но, соответственно, есть возможность создать через UI, но эта возможность, она далеко не главная. Основной способ работы с ML Flow Deploy, он предполагает его использование, соответственно, программное, использование через Jupyter Hub, который мы сейчас разберем. Как мы видим, при создании инстанса ML Flow Deploy у нас, опять-таки, стандартные настройки присутствуют. Это имя, флэйвор, зона доступности, размер диска. Не буду здесь подробно останавливаться. Здесь важный момент, опять-таки, ключевой, как и в случае с ML Flow. В случае с ML Flow мы выбирали инстанс Jupyter Hub, с которым будет связан инстанс ML Flow. В случае же ML Flow Deploy мы выбираем инстанс ML Flow, с которым будет связан наш инстанс ML Flow Deploy. Зачем это нужно? Затем, что, соответственно, модели будут подтянуты автоматически на наш инстанс. То есть при работе с ML Flow Deploy, когда мы сейчас будем деплоить нашу модель, необходимо, чтобы наш вот этот инстанс, он понимал, из какого именно инстанса ML Flow ему брать данные о моделях, данные о зависимостях и так далее. Перейдем в Jupyter Hub. Соответственно, здесь, как мы помним, у нас комплексно интегрирована между собой система. Jupyter Hub интегрирован с ML Flow и тот, в свою очередь, с ML Flow Deploy. И Jupyter Hub также связан с ML Flow Deploy. Для ознакомления с сервисом Deploy есть тетрадка в папке Tutorials. Соответственно, в чем основной смысл данного сервиса? В том, что он предоставляет вам функционал автоматически запаковывать ML-модели в Docker-контейнеры и автоматически запускать эти Docker-контейнеры на выделенных серверах, которые, соответственно, отдали эти Docker-контейнеры, становятся доступны по REST API и, соответственно, таким образом вы решаете задачи реал-тайм сервинг и переходите сразу непосредственно от стадии экспериментирования уже к проду, к деплою. Далее давайте с вами рассмотрим основные методы при работе с ML Flow Deploy. В первой ячейке данной тетрадки мы видим, что мы создаем с вами ML Flow Client. ML Flow Client, соответственно, это стандартный клиент ML Flow, который позволяет с помощью программных методов получать различные данные о моделях экспериментов. Мы здесь видим, что мы берем для демоцелей самую первую модель. Я давайте выполню эту ячейку. И мы видим, что как раз-таки на предыдущем уроке мы с вами тренировали модель, которая определяет риск диабета. Помним, что у нас была версия 10. Вот эта версия здесь появилась. И автоматически мы можем найти source, соответственно, адрес, по которому расположена данная модель. Мы получили все эти данные, сохранили их непосредственно в переменные. Как мы видим, у нас главная переменная, которую мы будем далее переиспользовать, это модул source.urile. Вот она у нас. Однако вам здесь следует помнить, что ML Flow Client предоставляет для работы значительно большее количество методов. И, как я уже говорил на предыдущем уроке, для знакомства с этими методами вы можете использовать репозитории, которые мы подготовили, либо официальную документацию. Далее мы создаем уже еще один клиент. Однако этот клиент у нас идет из модуля ML Flow Deployments. Для VK Cloud ML Platform мы написали свою версию клиента, которая, соответственно, совпадает по методам API с стандартными методами, применитыми в ML Flow. Мы таким образом создали клиент. И далее что мы делаем? Как я говорил, все наши модели будут размещены, соответственно, на выделенном сервере. ML Flow предоставляет возможность запускать модели, деплоить модели, в том числе и на том же самом сервере, где, скажем, расположен сам ML Flow. Однако это абсолютно не продакшн вариант. Почему? У вас может быть тяжелая модель, которая требует, соответственно, много ресурсов для работы, либо это может быть не тяжелая модель, но к ней будет множество обращений, которые будет нагружать сервис. И если, соответственно, держать задеплоенные модели на сервере с ML Flow и Jupyter Hub, то данные сервисы будут друг другу мешать полноценно работать. То есть это абсолютно не продакшн вариант. Здесь же мы видим, что мы можем создать эндпоинт, а в терминологии, соответственно, vk-cloud ML Flow deploy, эндпоинт, что это такое? Это отдельный деплой серверс. По сути, это отдельная виртуальная машина, на которой у нас и будет разворачиваться наш контейнер с моделью. Мы видим, что этот деплой сервер создается очень легко, буквально в одну команду. После того, как вы выполните эту команду, вам вернется JSON, соответственно, со статусом работы, с различной другой дополнительной информацией. Для чего это нужно? Для того, что вы можете на самом деле использовать эти методы, в том числе для автоматизации работы с моделями. То есть если у вас есть некий workflow, допустим, pipeline, которым вы управляете с помощью Airflow, то вызывая эти методы из, соответственно, Jupyter Hub, либо с настроенной виртуальной машины, вы сможете автоматически поднимать сервера, автоматически на них разворачивать модели, тестировать их, сохранять результаты теста в ML Flow, либо, скажем, в какую-либо другую систему, а также далее автоматически удалять модели, удалять эти сервера. То есть полный pipeline можно реализовать, который будет работать без участия человека. Если я сейчас выполню этот код, строчку кода, у меня должна появиться ошибка о том, что сервер с таким именем уже создан. Давайте проверим. И мы видим, да, что, соответственно, конфликт, сервер с таким именем существует. Почему? Потому что я его предсоздал заранее, так как создание данного сервера обычно занимает около пяти минут, и, соответственно, чтобы не ждать это на видео, я предсоздал уже данный сервер. Далее мы можем получить, у клиента есть ряд методов для удобного управления. Мы можем получить список наших запущенных, соответственно, deploy-серверов. Мы видим, вот что deploy-сервер-демо у нас уже есть, он в статусе running, с ним все в порядке, у него, соответственно, есть имя, все работает. У нас также может быть множество deploy-серверов одновременно запущено. То есть у нас здесь связка не один к одному, а на один instance JupyterHub MLflow вы можете запустить теоретически неограниченное количество MLflow deploy-серверов. Оно ограничено только, соответственно, вашими квотами в облаке. И для того, чтобы, скажем, данный метод позволяет вот list and points получить список всех серверов, но мы можем также быть заинтересованы в том, чтобы получить информацию о deploy-сервере, о каком-то конкретном deploy-сервере. В этом случае мы можем использовать, соответственно, deploy-сервер-нейм подать и получить, опять-таки, информацию об одном сервере. Также есть возможность через код удалить deploy-сервер. Мы не будем запускать эту ячейку, так как он нам еще понадобится. После того, как deploy-сервер создан, мы далее можем создать deployment. Deployment в нашей терминологии – это непосредственно уже модель, упакованная в Docker-контейнер, и Docker-контейнер уже сам автоматически запущен. Схема создания диплоймента выглядит таким образом. Мы вызываем метод клиента create-deployment. Здесь нам нужно указать имя deploy-сервера, имя диплоймента, которое мы сами задаем, сами выбираем. ModelSourceUri. Как мы помним, этот параметр мы получили в первой ячейке. Соответственно, вот здесь, когда мы выбирали его, мы сохранили его в переменную. То есть, естественно, мы могли бы выбрать, если у нас было множество моделей, самые разные UI, разных версий моделей, и можем их, на самом деле, одновременно развернуть на одном диплоймент-сервере, либо на нескольких диплоймент-серверах, развернуть, скажем, разные версии одной модели, либо разные модели, и сравнивать их между собой в production, как они будут работать, как они будут отвечать на запросы. После того, как будет запущен, соответственно, вы создадите диплоймент, вы также получите статус в виде JSON. Также мы можем получить список всех запущенных моделей на диплой-сервере. Это нам нужно для того, чтобы понимать, какие модели непосредственно у нас запущены сейчас на нашем диплой-сервере демо, который мы создавали чуть ранее. Мы видим, что, выполнив данный метод list-deployments, я получил список из двух диплойментов. Мы видим, что у меня есть диплоймент demo.auf и test-deployment. Они оба в статусе running, но у них есть отличия. Как вы видите, что одна модель доступна по паблик DNS, а вторая недоступна по паблик DNS. У нее, соответственно, нет паблик имени. И это важный момент. Соответственно, здесь о чем нужно знать? О том, что наш модуль MLflow-deploy предоставляет возможность диплоймента моделей в двух режимах. Первый режим, соответственно, без паблик DNS предполагает, что модель будет доступна только внутри контура облака, то есть будет доступна только из JupyterHub либо из локальной сети, в которой, соответственно, запущен JupyterHub, MLflow и MLflow-deploy-сервер. Данный режим нужен для внутренних тестов. И, соответственно, в этом случае никто снаружи из публичного интернета, из публичной сети не сможет получить доступ к вашей модели. Но если вам необходимо, соответственно, сделать модель доступной для внешних потребителей, для внешних клиентов, вы можете ее сделать доступной по паблик DNS и при этом защитить ее, соответственно, авторизацией, credentials, с которыми вы можете поделиться с внешними клиентами. Здесь у нас запущена наша, соответственно, модель, которая на основе диабета. Если бы, скажем, у нас была кредит-скоринг модель, то мы могли бы ее задеплоить с помощью данного сервиса, а дальше отдать это DNS имя и credentials, скажем, нашему клиенту, например, банку, который бы отправлял запросы к этой модели и получал, скажем, кредит-скор для своих клиентов. Также мы видим, что можем получить не просто список диплойментов, а также информацию непосредственно о каком-то конкретном диплойменте, используя сервер-нейм и диплоймент-нейм. Есть эндпоинт, который отвечает за удаление модели, и мы видим, что мы можем отправить метод предикт и получить ответ. Вот я подал, соответственно, данные на вход нашей модели, использовал метод предикт, соответственно, указал в нем имя диплой сервера, имя диплоймент, диплоймент – это у нас докер-контейнер, запущенный с моделью, и подал данные, и получил ответ. Далее приведен пример о том, как создать диплоймент, именно который будет защищен авторизацией. Смотрите, чем он отличается от нашего предыдущего. Здесь мы указывали раз, два, соответственно, три, четыре параметра, именно сервер-нейм, диплоймент-нейм, URI-порт, и получили локальный диплой. Здесь же мы указываем сервер-нейм, опять-таки, имя, source-URI, и креденшелсы для авторизации. Порт, как мы видим, мы здесь не указали, он, соответственно, будет назначен автоматически. В предыдущей модели порт у нас был указан при состоянии диплоймента. И также мы можем получать, соответственно, статус модели, получать ее DNS-имя, и отправлять уже теперь к нашей модели запросы, используя любой инструмент, который поддерживает отправку запросов с использованием REST API. Это может быть модуль requests из Python, это может быть curl, postman, соответственно. Самое главное, что вам нужно передать, это model ref, который мы получаем с использованием методов нашего клиента. Далее JSON с данными и данные для авторизации. То есть здесь важный момент заключается в том, что если мы не укажем данные авторизации, нам ответ не вернется. То есть, соответственно, модель имеет ограничения по доступу. Для чего? Для того, чтобы кто угодно из внешней сети не мог пользоваться вашим сервисом. Также мы видим, что есть возможность получить пинг, и вот у нас response 200. Для того, чтобы понимать, там, живой сервис или нет, вы можете периодически его пинговать и настраивать автоматически. И есть возможность, естественно, также управлять нашим дипломатом, удалять его. В данной демо-тетрадке также приведен краткий список всех методов. Также вы можете ознакомиться с работой данного модуля в документации, если перейти на наш сайт MCS Mail.ru, зайти в раздел «Документация» и дальше перейти в раздел «ML Platform». Вот у нас есть раздел «ML Platform». Мы видим, что у нас здесь есть документации к всем компонентам, в том числе к MLflow Deploy, и в том числе подробно расписано, как управлять, соответственно, диплоем моделей, используя VK Cloud ML Platform. Видим, что есть инструкция, как управлять дипломенты, которые доступны по публичному DNS и без публичного DNS. Подробнее ознакомиться с данным модулем вы также можете в публичном репозитории. Мы разбираем работу данного модуля в видео «Часть 2». И, соответственно, здесь есть ноутбуки к части 2, где подробнее рассказывается о том, как же использовать данный модуль. Спасибо за внимание и до новых встреч.